Посылка была ожидаемая, но приз, который в ней приехал, был, конечно, неожиданным, потому что я получила его в розыгрыше на канале 2TalkGirls. И тут, помимо этой коробки, еще была отдельная коробочка с чаем, которая называется Английская роза. В нем 50 пакетиков чая с нежным ароматом. Я уже начала его пить вчера. Деревенский чай для сконов и клубничного джема с деликатным ароматом волшебной розы. Прямо, прямиком из UK. Там был также такой вот леденец. И открыточка от девочек с поздравлениями. И дальше. Во-первых, это дневник читателя. Я вчера его уже открыла. Он был в такой пленочке защитной. И изучила. Благо, здесь есть что изучать. Он такой очень нежный, шелковистый на ощупь. А тут такая грубоватая плотная красная бумага. Очень парадично. И помимо, собственно, пространства, где можно написать название книги, автор, год написания, анализ произведения, цитаты и впечатления, и в конце оценка произведения, здесь есть такие методологические элементы. В начале очень забавно. Говорится о том, что в мире тотальной публичности и тщеславия, диктата соцсетей, когда все работают на лайки, очень важно иметь такой дневник, как такое личное пространство взаимодействия с собой и с книгой. А я как раз, когда узнала про то, что в подарке будет читательский дневник, решила, что о, я сделаю себе на канале читательский челлендж при помощи этого дневника читателя. Значит, тут есть советы по анализу произведения. Для тех, кто не учился ни на каких филфаках, и уже забыл уроки литературы, это может оказаться очень интересным упражнением для мозгов, такой головоломкой. Я не планировала проводить такой прямо анализ, но, с другой стороны, иногда подумать в одном из этих направлений бывает полезно. История создания произведения, литературное направление, род литературного направления. Наконец-то я узнала, что бывает эпос, бывает драма и лирика. Тематика и проблематика произведения, сюжет, художественное своеобразие, значение произведения. Ну что, иногда полезно иметь такой скелет, чтобы по нему думать. После каждого раздела, на каждую книгу дону три разворота, два с половиной, и тут всегда идет какая-нибудь цитата. Порой они противоречат даже друг другу, но всегда приятно. Вот Мишель Уэльбек. «Жить без чтения опасно, человек вынужден окунаться в реальность, а это рискованно». Вот это вот очень отзывается во мне. Чтение как эскапизм. Независимо от того, насколько вы заняты, вы должны найти время для чтения или сдаться собственному невежеству. Вот Конфуций совсем по-другому смотрел на роль книги. Хотя возможность научиться читать дается на не каждому, лишь немногие замечают, как могущественный талисман, который они получили. Мне нравится, что тут можно что-нибудь подчеркнуть. Типа вот, оказывается, у Германа Гесса есть нечто, может книжка, а может эссе под названием «Магия книги». Я все про магию люблю и про книги. Надо поискать, что это за текст. «Читая, ты должен основательно продумывать, чтобы прочитанное обратилось в твое плоти кровь, а не было сложено в одной памяти, как в каком-нибудь словаре. Эразм Роттердамский». Не знаю, может во времена Эразма Роттердамского, когда все книжки были на перечет, это было актуально. А сейчас, по-моему, сознательно пытаться в кровь себе укоренить каждую книжку, которую читаешь. Это просто самооблашение. «Оставь мне мои книги, это все, что у меня есть». Франц Кавка. Как типично. Значит, «Книговорот. Список одолженных книг». Тут есть. Надо мне лениться и записывать. Я на Новый год только друзьям три книжки детские отдала. Здесь литературный календарь. Я прошу прощения за мой голос. Я болею все начало января. Как наступил Новый год, мы начали дико болеться. И я продолжаю. К прочтению. Персональный список рекомендаций. Далее. «Люблю такое». Поэзия, рекомендованная к прочтению по версии Бродского. «Сто лучших книг» по версии Ньюсвик. Список нобелевских лауреатов по литературе. Всегда есть чем поживиться, если вдруг наскучила. Дальше справки. «Роды литературы». Роды. Роды. Дальше художественную систему в литературе. Классицизм, сентиментализм, романтизм, космодернизм, реализм, модернизм. Бла-бла-бла. Короче говоря, мне очень нравится. Мне нравится бумага. Мне нравится сама идея книжного дневника. Более того, я посмотрела новое видео у девочек на канале. Оно про игру «Охота на снарка», которая ведется на Live Libby. «Охота на снарка» — это когда тебе дают список из заданий, сколько книг... Какие книги надо прочитать в течение года? Например, книга, в которой были только женские персонажи. Или, например, книга, в которой только один герой. Или книга, написанная автором в таком-то веке, в таком-то жанре. Катя и Света с канала «Тутопгелс» придумывали каждой своей подруги. А я заказала себе список на Live Libby и уже его получила. Приведу даже его в описании к этому видео. Так, ну вот. Дальше идут в подарки две книжки про Простодурсона. Руна Белсвик. Я читала первую книжку про Простодурсона в 17-м году. Самокат ее, видимо, уже переиздал. Она довольно популярной стала в свое время. Вот, иллюстрации Варвары Помидор всему этому придает тоже определенное очарование. Варвара Помидор воплотила Простодурсона для русских читателей. Короче говоря, Простодурсон – это такой персонаж, выдуманный, живущий в выдуманном мире, среди выдуманных соседей. Такой слегка меланхоличный, лирический гражданин, который живет в единении с природой, наблюдает за сменой времен года. Сам он, видимо, очень маленький, но, возможно, достаточно большой. Возраст его не определен. Он вроде бы взрослый, но такой вполне себе инфантильный. Короче говоря, когда я читала первую книжку про Простодурсона, я представляла себе, какое впечатление может эта книга производить на людей. И в то же время испытывала внутреннее какое-то раздражение от того, что на меня она такое впечатление не производит, а кажется надуманной какой-то и искусственной. Недотягивающей до идеалов, к которым она стремится, как мне казалось. Ну, первая ассоциация, которая у меня возникала всегда, это, конечно, Моми Тролли. Но до Моми Тролли, как мне казалось, не дотягивала. Мне казалось, что это слишком какой-то выморочный, выдуманный этот мир. Но определенное обаяние в нем все равно есть, даже если он сконструированный. Поэтому первую книжку я всю прочитала, осталась в таком двойственном от нее впечатлении, и подарила ее на Новый год друзьям. И они были просто в восторге от этой книжки. Я потом даже жалела, что я ее подарила, потому что я подумала, вдруг я ее перечитаю, и у меня будет другое ощущение. И когда вышли летние книги про простодурс... Летняя книга про простодурсона, я даже подумала, что я хочу ее почитать. Ах, кстати, вот она в шестнадцатом году вышла. Ну, значит, тут точно переиздание. Короче, ну, я... Мне на руки так и не попалось, и поэтому я с большим интересом почитаю летние истории про простодурсона. Я люблю сезонные истории, люблю детские книжки сезонные, поэтому очень рада этому подарку. И мы с детьми вчера начали читать простодурсона зимнего. Посмотрим, как им зайдет. В общем, у меня очень приятное ощущение от этого подарка, несмотря на то, что к простодурсу отношения мои неоднозначны. И еще один очень роскошный элемент этого подарка. Это набор открыток с обложками издательства Пингвин. Сотня открыток. Я обожаю открытки. Я люблю книги, я обожаю открытки. И как прекрасно получить подарок, в котором все это совмещается. Смотрите, тут есть такое лессе, для того, чтобы вытаскивать их. Конечно, у издательства Пингвин... Слушай, а издательство Пеликан это родственник издательства Пингвин, Федь. Некоторые обложки этого издательства очень лаконичные. Прям минималистичные до нельзя. Вот такие. Но есть и очень клевые. Которые, например, в моем вкусе. Есть клевые не в моем вкусе, а есть клевые в моем вкусе. Но в любом случае, рассматривать все эти открытки очень приятно. Они очень красиво изданы. Сзади они вот так вот сделаны. И можно находить для себя новые книжки для чтения. Можно присылать людям открытки с предложениями для чтения. Вот это мне нравится. Так, тут сейчас уже начались вопли, поэтому я быстро покажу самые мои любимые. Ну или просто хотя бы разные обложки. Да, надо еще к ним. Еще полководца на корресенье надо. И покажу, какая получилась арка Константина, когда ее закончили. Самые нарядные я выбрала. А еще мне нравится. Музыка в ночи. Вечеринка в саду. Мне просто за название нравится. Книжка игрушек. Книга игрушек. Книга английской поэзии. Британские травы.